4 марта 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в правила дорожного движения Российской Федерации. Большинство из них касается требований к водителям с небольшим стажем. В раздел 10 правил дорожного движения внесены изменения, согласно которых водителям мотоциклов вне населенных пунктов разрешается движение на автомагистралях со скоростью не более 110 км в час, на остальных дорогах не более 90 км в час. В предыдущей редакции мотоциклам разрешалось движение на всех дорогах не более 90 км в час. Изменения в основной части касаются требований, относящихся к молодым водителям. А именно, молодым водителям сегодняшнего дня запрещается буксировка транспортных средств, запрещается перевозка пассажиров на мотоциклах и мопедах. Еще одно изменение внесено в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Приложение к нему дополнено пунктом, в соответствии с которым за отсутствие на транспортном средстве знака «Начинающий водитель» может быть назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В Адыгее завершился первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее задача – привлечение общественности к участию в мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также профилактике их употребления. Акция продолжалась около двух недель. В этот период была активизирована деятельность всех служб и подразделений МВД по республике Адыгея в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. К участию в мероприятиях привлекались сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб. Значительный вклад был внесен участковыми уполномоченными полицией. В ходе проведения мероприятий в рамках акции в МВД по республике Адыгея поступило около 30 обращений граждан. Сотрудниками полиции выявлено 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 29 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 170 граммов наркотических средств. В рамках акции большое внимание уделялось профилактике распространения наркомании в подростковой и молодежной среде. Эта работа будет продолжена и во время проведения последующих этапов операции сообщи, где торгуют смертью. В республиканской столице прошел региональный этап Всероссийского фестиваля конкурса детского творчества «Хрустальная звездочка-2017». Его организаторами выступила Федеральная служба судебных приставов по республике Адыгея. В конкурсе приняли участие и дети сотрудников полиции. На праздники побывала Белла Худ. На протяжении 10 лет основной целью Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки» является поддержка и развитие одаренных детей из семи сотрудников правоохранительных органов. Но не менее важно и то, что смотр формирует у ребят чувство патриотизма, придает уверенность в своих силах, стимулирует к самосовершенствованию и развитию своих талантов. Мы первый раз принимаем участие в этом конкурсе, очень ответственно подошли к этому фестивалю. С каждым годом фестиваль «Хрустальная звездочка» становится более профессиональным и масштабным. На этот раз на сцену городского дома культуры «Гигант» вышли десятки талантливых детей со всех уголков республики. Министерство внутренних дел по Адыгея представляли семь ребят. Все участники состязались в двух возрастных группах по трем номинациям – вокал, хореография и исполнительское мастерство. Самая трудная задача – определить победителя. С каждым годом сделать это все тяжелее. На этот раз выступление юных звездочек Адыгея оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли деятели культуры, заслуженные артисты, а также представители руководства службы судебных приставов. Это этап первый у нас, как вы знаете, лучшие пойдут на второй этап. И так далее, до Москвы, надеемся, некоторые из них станут большими, важными, серьезными артистами. Главное в подобных мероприятиях не победа, а участие и возможность заявить о своем таланте. Участвую я уже несколько лет подряд, несколько раз занимал призовые места, шансы свои оцениваю высоко. Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки-2017» проходит в несколько этапов. Победители регионального отборочного тура отправятся в Москву, чтобы побороться за право называться лучшими. Звездочки Адагея, уверенные организаторы, достойно представят свои творческие номера и нашу республику на большой сцене. Беллахут, Денис Вегерчук, Вести дежурная часть.